Еще раз вас приветствую. Приветствую любителей палеонтологии на нашем образовательном проекте «Живая палеонтология» при поддержке Фонда президентских грантов. У нас очередная лекция, лекция очень интересная. Сегодня мы будем разбирать такой момент, как палеоэкология. На нашей первой лекции, видео можете посмотреть на канале YouTube или в паблике ВКонтакте, нашей группы «Живая палеонтология». Мы частично с вами разбирали, что такое палеонтология, кто такие палеонтологи, чем они отличаются от археологов, чем занимается палеонтология, какие методы используют, сколько направлений в данной дисциплине. И вот одно из таких направлений в палеонтологии является именно палеоэкология. И сегодня нам попробовать рассказать, что такое палеонтология. Мы попробуем разобраться с палеонтологом, доцентом кафедры физической географии Ярославского государственного педагогического университета, кандидат геолога минералогических наук Киселев Дмитрий Николаевич. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Прошу вам слово. Здравствуйте. Расскажите нам, что же это за палеоэкология, чем она отличается от экологии, ну и вообще, чем она так полезна палеонтологам и геологам. Я включаю тогда демонстрацию экрана. Видно, да? Все открылось? Да, все видно. Уважаемые участники и слушатели, вашему вниманию предоставляется доклад о палеоэкологии и о сущности методов исследования и университет в геологии и палеонтологии. В своем докладе я постараюсь рассказать лишь в самых общих чертах, что такое палеоэкология, поскольку наука это необозримое. О ней можно рассказывать, ну, неделями, поскольку все объекты исследования, которыми она занимается, очень интересные. Методы, с помощью которых исследуется образ жизни ископаемых организмов, они тоже очень сложные. Поэтому можно говорить долго как о самих методах, так и о самих организмах. Поэтому сегодня только в самых общих чертах. Что такое палеоэкология? Вот. Ну, прежде чем говорить о самой палеоэкологии, как науке, немножко затронем такой важный вопрос, а что же такое экология в целом? Потому что без этого сущность палеоэкологии тоже будет сложно понять. Хотя специалисты, ну, прекрасно понимают, о чем идет речь, но те, кто не совсем себе представляет, что это такое, вот, нужно немножко пояснить. Это связано с тем, что экология, как наука, в значительной степени опошлена и девальвирована за последние сто лет. Вот. Это явление в истории человечества наблюдается нередко, но когда пошляются понятия, вот, ну, в частности, нацисты украли пластику, ЛГБТ украли радугу, а финансисты, которые экспонсируют зеленые движения, украли у нас слово экология. Значит, автором понятия и термина экология является, как, наверное, всем известно, знаменитый немецкий палеонтолог, биолог Эрнст Гекель, который в 1866 году выпустил свою замечательную книгу «Общая морфология организма», генерей морфологии организма, которая была переведена на множество языков. Значит, в этой книге он затронул очень многие аспекты не только эволюционной биологии, а вообще общей биологии сравнительной анатомии животных, взаимоотношения антогенеза и филогенеза, и выделил, придумал множество новых понятий и терминов названий. Значит, среди них вот есть такие термины, как антогенез, филогенез, вот, и еще я насчитал, вот я специально вот не поленился погулять по этой книге, вот, ну, где-то не менее сорока очень-очень сложных названий, понятий, которые часто однокоренные, они настолько перекликаются друг к другу, что их буквально, что их невозможно запомнить. Вот. Выжили из них не только некоторые, где-то 2%, 5%. Вот среди как раз вот них слово экология с ее первичным определением, как наука о взаимоотношении организмов, биологических организмов и окружающей среды. То есть Гекель в своем приоритетном вот определении дал ясно понять, что наука это биологическое. Вот. Но, а в наше время, вот, под экологией понимают чаще всего все, что угодно, только не биологическую науку. Чаще всего это наука социальная, вот какая-то, которая касается, ну, в лучшем случае каких-то для писания каких-то задач природопользования или охраны окружающей среды. Это в лучшем случае. Вот. Поэтому ее лучше было бы назвать не экология, а, допустим, аэнвароментология. Есть такое понятие. Вот. Или, скажем, природосбережение. Вот. Но нередко бывают такие понятия, как медицинская экология, как экология души даже. Вот. Там экология, культуры. В общем, это все такие, ну, термины фантомы, которые замыливают совершенно первичное определение и никуда не годятся. В общем, поэтому, значит, да, ну, даже если мы не будем брать это определение, которое является такими химерами, вот, то даже более-менее стоящее определение. Вот я специально нашел картинку из одного, это из одной статьи, которая показывает разнообразие понятий экологии. Вот. Более-менее, ну, вменяемые, более-менее строгие. Кто-то около сотни вот этих понятий, значит, не поленился, вот, наш известный эколог. Вот Розенберг еще в 99-м году, но он и позднее эту диаграмму это опубликовал. Вот он и поленился, чтобы составить себе коллекцию из понятий, из определений понятий экология. Вот это, у него уже, наверное, сейчас накопилось уже больше, чем 100, где-нибудь уже 200 или 300 даже. Он их разбил, оплассифицировал, то есть это по смыслу, и построил вот такую диаграмму, которая показывает изменчивость вот всех этих понятий. И вот, в частности, в частности, вот по цифре К1, вот я специально сейчас ее выделю, красная точечка, это исходное первичное понятие экологии, которое сформулировал Геккель. Вот. Ну, и тот же самый Розенберг, он в своей статье отметил, что вот еще вот у него есть четыре понятия, близкие по смыслу Геккельевскому. Вот это вот и есть как раз вот то, что эти биологические, биологические определения понятия экология. Вот. Сереньким цветом показаны смешанные термины, а черным цветом, черные кружочки, это вообще, вообще определение, которое, ну, биологическим определению Геккельев, не имеет никакого отношения. Там исключительно охрана повышающей среды и природопользования. Но, значит, все эти определения даны в более-менее серьезных учебниках, это или статьях, то есть, достаточно уважаемыми специалистами. То есть, это не просто вот какие-то там прохиндии, которые пытаются сделать политику на понятие экологии в рамках экологизации мышления. Нет, это вот серьезные люди. Поэтому, как пишет сам Твазенберг, даже на симпозиумах по экологии, значит, специалисты в дискуссиях приходят к выводу, что экология это то, что понимает какой-либо отдельный специалист. Вот. Но такого вообще принято понятия по экологии нет. Значит, я считаю, что это безобразие, что в науке нужно все-таки соблюдать правила приоритета, иначе у нас будет экологический хаос. Поэтому в дальнейшем, значит, под экологией лично я буду понимать то, что близко к тому, что понимал дети. То есть, это понятие биологическое, строгое биологическое понятие, которое описывает взаимоотношения организмов и окружающей среды. Значит, а что такое палеэкология? Палеэкология это слово, которое было впервые сформулировано в работе, в работе великанского ботаника Фредерика Клевинса, который в 16-м году написал такую общую статью, где рассматривал перспективы развития ботаники. Сам по себе он как бы не был палеэкологом. И вообще, вообще среди палеонтологов нет вот такого вот чисто палеэколога. Вот. Или, скажем, это чисто специалистов по тофаномии. Вот. Или по биогеографии, по биогеографии. Вот. Это любой палеонтолог, он так или иначе, рано или поздно, сталкивается с проблемой, с проблемой понимания, почему в данном конкретном слое или отложениях он встречает именно те организмы, которые он встречает. Ну, точнее, поменилостей. Вот. И набор таксонов, в котором он видит, он называет у него, ну, как минимум, любопытство или желание решить научную проблему. Поэтому в палеэкологии приходит, в общем-то, почти любой палеонтолог. Вот. И вот, в частности, неонтолог, а ботаник. То есть даже вот не палеоботаник. Значит, вот он выделил это понятие. Тем не менее, попытки выделить такую очень логичную науку, как науку о взаимоотношении ископаемых организмов этой окружающей среды, наука о реконструкции, образа жизни в вымерших организмах. Она, конечно, возникла до племенца. Вот. И встречается в самых разных работах. Вот. Она встречается, ну, чуть ли, ну, не у 90% палеонтологов. Только некоторые из них попытались придумать для этого специальные термины или названия. Вот. Ну, в частности, вот один из самых первых, кто принимал свою собственную науку, которая сейчас, ну, по смыслу совпадает с палеокологией, это Карл Францевич Рулье, русский палеонтолог, геолог, который вот придумал понятие зоэтиология. В 1938 году он написал работу об образе жизни вымерших животных, ну, потом он его лекомал в 1942, вернее, дополнил статью в 1942 году и в дальнейшем читал лекции по зоэтиологии до 1951 года. Значит, и сделал очень большой вклад, значит, вот в этом направлении. Ну, в первую очередь с помощью своей новой науки он пытался разработать принципы реконструкции образа жизни вымерших животных, которые уже вымерли, и мы не можем проследить образ жизни. То есть это нужно делать по каким-то косвенным признакам. Вот это содержится в его вот работе. Значит, следующий вот автор, значит, который придумал близкое по слову название, это геолог и палеонтолог Иоганн Вальтер немецкий, который тоже написал мне одну работу по образу жизни вымерших организмов. И в частности он предложил название биогомия, вот, и это название до сих пор используется. Правда, она находится в тени, но, по крайней мере, когда мы говорим биономические зоны моря, это понятие Вальтера. То есть зоны моря, которые выделяются по самым разным факторам, по глубине, по посвященности, по скорости течений и в том числе по соотношению живых или вымерших организмов. Вот. Ну, еще один автор, Луида Ло, значит, Луида Ло, хорошо известен палеонтологам, как один из основателей вместе с Ковалевским эволюционной палеонтологии. И вот, в частности, он предложил еще и название этологической палеонтологии. Ну, всем хорошо известно, что этология это глобка о поведении, о поведении животных. Вот. Но в данном случае, в данном случае, давно вкладывал в это понятие экологическая палеонтология именно палеоэкологическое содержание, поскольку он считал, что поведение животных напрямую связано с образом их жизни, с их реакцией на какие-то параметры окружающей среды. Вот. Отличные тропизмы. Вот. И поэтому, в общем-то, мы ее не будем считать просто вот такой наукой о поведении древних животных, а именно это синоним палеоэкологии. Ну и, наконец, знаменитый палеонтологий, это геолог, это Атония Абель, который тоже придумал свое название палеобиология. Вот. Но он понимал ее не в широком смысле, а опять-таки как науку об реконструкции образа жизни ископаемых животных, растений и сообществ. Вот. В настоящее время слово термин палеобиология понимается в широком смысле как наука, которая включает в себя не только палеоэкологию, но и палеоэкологию, палеоэкологию, палеоэмбриологию, палеоэкологию и, может быть, кое-что еще. Вот. Ну, значит, в палеонтологии вообще легко давать название. Нужно просто взять какую-то биологическую науку и делать к ней приставку палеоэкологию. И будет все примерно то же самое. Вот здесь это видно. Тем не менее, структура самой палеоэкологии, она немножко отличается от чисто экологических подразделов. Вот. И также в палеоэкологии есть свои собственные подразделения, которые указывают на специфику материала, то есть ископаемый материал. Ну, в частности, структура палеоэкологии, ну, она выглядит примерно так. Она не исчерпывающая, ее можно дополнить, но вот основные ее подразделения. И здесь примерно, ну, можно сгруппировать в пять разделах или дисциплин. Ну, вот, в частности, актуапалеоэкология, которая дисциплина, придуманная Рихтером, немецким идеологом в 28-м году. Вот. Очень важный раздел, который, который, с помощью, который вот разрабатывает метод реконструкции образа жизни ископаемых организмов по современным организмам. То есть основной метод в актуапалеоэкологии это наблюдение над современными живыми организмами, над их поведением, образом жизни и использование их в качестве аналогов. Естественно, что актуапалеоэкология это замечательнейший, вот совершенно, вот раздел. Вот. Этот раздел, эта наука работает лучше всего в том случае, если мы действительно среди современных организмов можем найти каких-либо аналогов ископаемых. Но очень часто бывает так, что аналогов мы просто не находим. поэтому здесь приходится мучиться, мучиться искать какие-то другие решения. Значит, следующий раздел мы уже с вами вот упомянули, палеоаутоэкология. Это наука, которая выделена в городе Довло. Значит, следующий вот раздел это палеоаутоэкология. Вот. Это раздел, который, в общем-то, выходит из современной экологии, который делится на три таких крупных раздела. Это аутоэкология, палеоэкология, демоэкология и синэкология. Аутоэкология – это экология особи, демоэкология популяции и палеоэкология – это экология сообщества. Вот. Ну, в частности, здесь указана и палеоэкология. Ну, и, наконец, довольно молодая дисциплина, ну, сравнительно более молодая – это палеоэкология, наука об ископаемых, о следах ископаемых организмов. Вот. Которая является, которая очень активно развивается в последнее время, поскольку имеет большое практическое значение. Вот. Ну, в чем ее практичность? В том, что следы ископаемых организмов встречаются, точнее, очень часто там, где другие огременности не встречаются. Поэтому с помощью них можно провести довольно детальную, очень точную конструкцию обстановки сатонакопления. То есть, это наука очень важная для решения палео-географических задач. Вот. Ну, и еще две наук, два раздела палеобиологии, которые, в общем-то, во многом перекрываются с палеоэкологическими. Это палеопатология и палеотератология. В науке два раздела. Для поднауки об уродствах и каких-то либо повреждениях. Вот. Ну, мы часто встречаем среди выборки палеоэкобилилости, какие-то уродливые образцы или образцы, которые вот деформированы какими-то укусами. Вот. Какие-то там переломанные. Бывает так, что вот все эти следы от урушений, они нам дают довольно полезную информацию об образе жизни или, по крайней мере, биотические связи между различными организмами. Вот. Вот примерно вот такая структура у палеобиологии. И то нет, это и мы видим место, которое занимает палеоэкология. В этой связи, значит, полезно посмотреть, полезно посмотреть, выяснить, а какое же место занимает палеоэкология в самой палеоэкологии. Палеоэкология — это очень разметленная наука, в особенности в последнее время, когда там появилось очень много новых направлений. Вот. Часть разделов палеоэкологии перекрывается с палеоэкологией и палеоэкологией в частности. Поэтому вот иногда они даже включаются в состав палеоэкологии. Ну вот, так примерно выглядит структура палеоэкологии. Не полностью. Вот тут еще будет две дисциплины очень важные. Значит, палеоэкология, она включает историческую палеоэкологию, палеоботанику, микропалеоэкологию, значит, довольно свежую дисциплину 20-го века. Второй половины 20-го века — это бактериальная палеоэкология, хемопалеоэкология, ну и еще две дисциплины, зародившиеся в 19 веке — это эволюционная палеоэкология и палеобиосферология. Ну, палеобиосферология все-таки, наверное, 20-й век. Ну, есть еще две дисциплины, на которых обязательно нужно упомянуть, про которые вы уже знаете, вам обо них рассказывали раньше. Вот, на предыдущих лекциях — это тапономия и биостратономия. Значит, ну, эти науки настолько близкие, что можно их считать даже синонимами. В целом, в общем, это науки об образовании отогенелости и захоронений различных. Поскольку палеоэкология не делается с живыми организмами, а только с их остатками, то с их остатками, которые встречаются не в биоцинозах, естественно, а в ископаемых биоцинозах, которые называются ариптоцинозами. Вот. Ну, вы об этом слышали. И поэтому вот информация, которая содержится в ариптоцинозах, она гораздо меньше. Ее гораздо меньше, чем в исходных биоцинозах, но остается по разным подсчетам, ну, от 20 до 1%. И вот на основе этих процентов приходится реконструировать все сообщество, биофизиологию, скажем так. Значит, вот как раз вот наука тратономия и биостратономия, они дают методы, с помощью которых можно вымудить вот эту недостающую информацию. Хотя, конечно же, все оставшиеся недостающие проценты никогда не удалось выявить. Поскольку мы встречаем в ариптоцинозах в основном скелетные организмы, вот причем не все скелетные организмы, только те, у которых скелет сохраняется в ископаемом виде, вот, большая часть организмов исчезает. В первую очередь и скелетные организмы. Вот, это все происходит от потери информации в процессе так называемого экономического цикла, лечения, который разработал Ефремов и частично Вегель в своих работах. Значит, это процесс перехода биоциноза, который сохраняет 100% все информации о живых организмах и о сообществах. Некроциноз, потом сообщество подмирающих организмов, потом натоциноз, сообщество мертвых тел, вот, затем тафоциноз, сообщество захороненных тел и, наконец, уже ориктоциноз, сообщество отоменелостей. Вот, вот почему палеоэкология, эта наука, хоть и родственная биоэкологии, вот, классическая, но все-таки она своеобразная. Там есть множество своих собственных методик и собственных задач. Вот. А какие же задачи решает палеоэкология? Вот. Эти задачи менялись в истории человечества. Вот. И палеоэкология, ну, по крайней мере, ну, хоть не на уровне сложившейся науки, а, во всяком случае, к методам палеоэкологии мы обращались еще до появления самой науки, то есть до 19 века. Ну, в частности, а, ну, значит, это, забыл сказать, да, это я попозже скажу, ну, это, значит, в России, значит, начиная с 20 века по настоящее время палеоэкология активно поднимается множество специалистов, и, в частности, вот, в России сложилась собственная палеоэкологическая школа, вот, которая началась с самого начала 20 века, ну, в частности, работа Яковлева. Это первые у него статьи появились в 1917 году. Вот. Потом они были, были публикованы в различных сборниках вплоть до конца 50-х годов. Значит, вот он является вот одним, одним из основных, из главных основоположников палеоэкологии, ну, сначала в СССР, вот, ну, потом, ну, в России, в частности. Значит, нельзя не помянуть, это, естественно, работы Романа Федоровича Гекера, который в разных, вот, работах общего плана считается, вот, иногда даже считается основоположником палеоэкологии вообще. Это неправильно. Это неправильно, но, тем не менее, он создал настолько глубокую методическую основу для изучения от ископаемых, от природы ископаемых организмов, их взаимоотношения с окружающей средой прошлого, вот, и, в частности, он также существенно углубил методы социального анализа, что является одним из основных, вот, специалистов, которые ввесли большой вклад в палеоэкологию. Ну, и Борис Тимофеевич Янин и Виктор Александрович Захаров. Значит, это специалисты, которые написали свои собственные учебники на богатом материале, которые они лично нашли, исследовали. Значит, это, значит, важно отметить, что Борис Тимофеевич Янин и Виктор Александрович Захаров – это специалисты по двустворчатым моллюскам. Вот, как правило, к пониманию палеоэкологических проблем чаще всего, вот, приходят, в первую очередь, раньше всего, вот, приходят специалисты по бентозным организмам, по бентозу, поскольку именно бентоз является, дает самую насыщенную информацию для социального анализа, то есть для решения палеоэкологических задач, для чего палеоэкология, в первую очередь, и предназначена в этом ее цели. Вот, вот, я вот теперь подхожу в этой связи с вопросом, который уже начал, а какие же проблемы решает палеоэкология, для чего она нужна. Так вот, значит, ну, один из первых, ну, не специалистов, мыслителей, может быть, которые, вот, обратились к палеоэкологическим и терпономическим методам, это, наверное, является Леонардо да Винчи, вот, ну, не будем говорить про Аристотеля, значит, это в ногах не принято, ну, по крайней мере, естественно, в ногах принято, значит, любую новизну, вот, в каких-то биологических дисциплинах вести на зонтичности. Все-таки у Аристотеля этого не было, вот, но, в частности, у Леонардо да Винчи, в его записках, в его дневниках содержится неоднократно это упоминание о покаменелостях. И, в частности, вот, его дневник, или, как называется, Лестерский кодекс, вот, он содержит не меньше трех страниц, где он анализирует сообщество окаменелостей в горах в предгорьях Альп, это Северная Ломбардия, значит, он неоднократно посещал подразрезы в тех местах, вот, ну, в частности, там он делал свою знаменитую лошадь с порция, поэтому он в перерывах между занятиями скульптурой он путешествовал по горам и совершал наблюдения. Также материал ему приносили местные крестьянники, ну, как он пишет в своих занятиях, это они ему притаскивали ракушки ну, с творческих моллюсков целыми мешками, вот, на основе этого он пытался понять, а что же не такое означает. Так вот, значит, Алинард да Винчи, он пытался решить проблему не просто какую-то палео-гидротическую, а проблему мировогренчества, проблему всеверного потопа, то есть, в общем-то, одно из фундаментальных проблем бытия, вот, которое описывается в Библии, вот, ну, поскольку, ну, как известно, если мышление средневекового человека, и человеком его времени было в основном религиозным, то вот, избавиться от эллюзий, который давал такой подход, это было очень, это была очень важная задача, вот, и только, ну, немногие мыслители могли додуматься до решения этих проблем. и, в частности, вот, наблюдая слои в ломбардии, вот, Ленард Даничи заметил, что, оказывается, морские животные на окаменелости, остатки морских животных встречаются не только в Агретническом море в 200 км от северной от ломбардии или в 200, там даже 240 км, вот, это встречается еще и в горах, но, более того, значит, они встречаются не в одном слое, как это положено после северного потопа, ну, после северного потопа должно было быть, они встречаются в десятках слоев, а, может быть, даже в сухих слоев, между которыми наблюдается какой-то перерыв. Вот, это его страшно удивило, и он попытался провести исследование. Значит, вот мы видим вот в этой цитате, как раз вот здесь показан, во-первых, этот оригинальный скам листа 8b из лестерского кодекса, где он начинает рассуждать об особенностях наблюдаемых им окаменелостей, основном бусочных моллюстров. Значит, он это рассматривал от особенностей именно хранения. Он подсчитывал соотношение численности целых раковин и декорогированных. Значит, у спорчатых моллюстров он подсчитывал соотношение створок отдельных и соотношение целых раковин. Значит, он подсчитывал соотношение взрослых раковин и молоденьких, то есть небольшого размера и крупного размера. То есть, он проводил подоблюдения, которые приняты как в тофономии, так и в палеоэкологии. То есть, он использовал, он сам додумался, использовал палеоэкологические и тофономические методы исследования. Ну, лично меня это поражает. это потому, что фундамента у него никакого не было. Еще не было даже работ Николая Стенона. Они появятся только через 150-200 лет. То есть, первые трактаты по стратеграфии. У Стенона тоже есть, ну, небольшие предложения, заметочки, которые касаются мыслей о происхождении слоев в каких-либо условиях. Он упоминает окаменелости. И, насколько я помню, пытается, ну, хотя бы в двух словах обозначить их происхождение, их соотношение с условием окружающей среды. А вот Энар Даймичи, он использует довольно серьезный метод для того, чтобы выяснить все эти проблемы. Вот. Ну, я не поленился и перевел некоторые фразы из разных листов. ну, их основные три листа это 8, 9 и 10. Вот это из трех листов такие фразы, которые мне понравились. Это перевод с английского, значит, близкий к содержанию, вот, ну, почти построчный. Вот. Я пытался, да, они немножко так коряво выглядят, вот. Ну, как я, пожалуйста, перевести более, вот, это гладко, у меня ничего не получилось. То есть, это вот, например, то, что близко к тексту. Но, правда, как близко не переводит. Вот. Мы видим в этих его фразах вот указания на то, как встречаются этаками милости, в каком соотношении. Вот. При этом используют даже экономические понятия захоронения. Вот. И также он даже это использовал для своих выводов вот описание следов ископаемых червей. Вот. Это только одна фраза. на самом деле он довольно подробно их там описывает. Вот. То есть, он написывает форму следов червей, то есть, их соотношение, их количество и встречаемость в разных слоях. то есть, можно при известной фантазии назвать Ленарда Винчи как отца современной палеоихнологии. Вот. просто технологии. Кстати, есть даже статья на эту тему, где его так и называют. Ленарда Винчи как отец современной палеоихнологии. Вот. И в частности, в частности, да, ну, вот это вот, я покажу это курсором мышки. Это Андрей Бекон. Значит, или как это? Это более точно. Ну, значит, это француз. он так и пишет, Ленарда Винчи это основатель или отец ихнологии. Да, ихнологии. Вот. И я привожу из его статьи небольшую иллюстрацию, где он дает фрагмент из картины Ленарда Винчи Мадонна с Феретином. Вот. Где он показывает, что Ленарда Винчи вроде бы, вроде бы, в этой, ну, совершенно евангельской работе это довольно точно изображает ходы ископаемых червей. Вот. То есть, их на фасилии. Значит, я внимательно посмотрел вот оригинал. Вот. К счастью, вот в интернете, в интернете есть довольно это иллюстрация с хорошим разрешением. Вот. Так выглядит эта картина. Ну, говорить о том, что он здесь выражает их на фасилии можно только с большой натяжкой. Конечно же, вот на фрагменте ничего подобного нет. Это просто, ну, текстура, который является продолжением живописных приемов. Вот. Я понимаю автора, который сам перевел, сам полностью прочитал листовский кодекс, по крайней мере, вот эти вот листы. Я, конечно, по-итальянски читать не умею и по-итальянски тоже, даже с переводчиком. Вот. не берусь. Но он, видимо, хорошо перевел и зажжет себя до такой идеи. Эта идея. Почему бы Ленарда Винчи назвать отцом современной технологии или палеотехнологии. Мне кажется, это очень большая натяжка. Но, тем не менее, тем не менее, заслуги Ленарда Винчи в этом плане вот очевидны. Он все-таки пытался вот объяснить. Ну, что объяснить? Что не было никакого всемирного потока. Что не могли вот окаменелости в горах появиться после Сибирького потопа, поскольку он встречает их во множестве слоев от окаменелости. Вот. Поэтому, как он пишет, если мы будем считать, что это положение потопа, следовательно, мы должны признать, что потопов было множество, а не один. Десятки или даже сотни. Что не вяжется со священным описанием. Вот. Значит, вот это пример, когда палеонтологические методы учеными или мыслителями использовали для решения фундаментальных нерводренческих проблем. Но это, кстати, не единственный пример. В общем-то, вся палеонтология до 19 века так или иначе использовалась в самые разные ее разделы для решения подобных вопросов. Ну, в частности, знаменитая история с исследованием мамонта, которая была впервые проведена в России. Ну, в частности, природу мамонта впервые выяснил наш замечательный ученый от петровских времен. Это Василий Татищев, который написал две статьи, не публикованные, правда, о природе мамонта. Он впервые получил на палеонтологические исследования в истории науки, наверное, Дрант от Петра Первого и 15 лет работал и в своей работе он, во-первых, выяснил, что мамонт это все-таки не мифическое животное с одним рогом на лбу, где-то там, а это животное, которое является слоном. Значит, это он в первой статье написал, а потом он выяснил, что все-таки это не просто слон, а волосатый слон. И в конце концов он в своей второй статье рассуждал это о том, в каких условиях этот мамонт, этот волосатый слон мог жить. И в частности тут тоже есть какие-то размышления на полиэкологическую тему. В частности, он сделал вывод о сильном похолодании, во время жизни мамонта. А зачем эти исследования были нужны Петру Первому? Ведь это же Петр Первый дал грантон, сделал заказ. Они были нужны для того, чтобы провести успешный диспут с главой православной церкви того времени, Феофаном Прокоповичем, который считал, что мамонт это допотопное животное, как писали раньше. значит, это остатки древних чудовищ, великанов, лемуров, значит, про которых в книге «Бытие» написана ну там какая-либо очень странная история о том, как ангелы спустились на землю и сошлись с дочерями человеческими. и от их соития подразились страшные чудовища, лемуры, различные монстры. Вот как раз кости мамонта это есть архетик лемуров. Это человек более европейский образован, хотя Феофан Прокопович был большой руде. Его библиотека насчитывала более 5000 томов. Это был один из самых умных людей из своего времени. И тем не менее, вот он поддерживал совершенно другую, ненаучную дипотезу. А Петр Первый хотел использовать для политических каких-то своих решений. В частности, чтобы делить как можно качественнее церковь государства. Так, чтобы она больше не ссылалась в государственные дела. Вот такие задачи стояли перед палеобиологией, палеоэкологией в целом и палеоэкологией в частности. Ну, а в настоящее время в настоящее время палеоэкология решает совсем другие задачи. Вот. Ну, это в частности, ну, ее можно назвать служанкой служанкой палео географии. Вот. И в частности, вот, чаще всего она используется при реконструкции это при писании паций и при пациальном анализе. Вот. Ну, в частности, вот, мы должны немножко поговорить о том, что такое фация. Фация и фациальный анализ. Понятие фация было впервые сформулировано, придумано, двумя швейцарскими геологами. это аманс гресли и евгений религия. Вот. В первой половине XIX века, которые понимали фациями. под фацией это участки, это слоя, это участки слоя с различными характеристиками. То есть, это, это различные состояния слоя, которые, естественно, в пределах одного слоя имеют один и тот же образом. вот, ну, определения это фации. Вот один из них гресли, второй из них религия. Они показывают, значит, вот, сущность это фации в самом разном отношении. И вот я специально выделил, выделил красным цветом те моменты, которые касаются политологических особенностей фации. фации различаются по самым различным признакам, политологическим признакам, вот, и по политологическим признакам, по набору каменилостей. Вот, гресли не дал строгое определение фации, значит, хотя термин придумал именно он. А вот религия он дал впервые более строгое понимание это понимание фации, которые означают любые различия, которые могут иметь место между формациями одного и того же возраста. То есть, религия это еще фацию мог называть формациями одного и того же возраста. Вот, но это самое главное, что исходное определение и понимание фации. Фация это участок слоя, который по возрасту не отличается от соседних вот таких участков. В дальнейшем понятие фации существенно расширилось, значит, под фацией стали понимать совершенно родновозрастные осадки примерно одного и того же происхождения. То есть, имеющий близкий породный состав и близкий набор окаменелостей. Хотя, это лучше называть генетическим типом отложения. Ну, так или иначе, как и в слове экология, понимание фации, каждый специалист понимает фацию, как хочет. Но, если вернуться к исходному определению под фацией, мы должны понимать этот участок слоя с различными особенностями и разными происхождениями. В частности, на происхождение фации нам очень много информации дают окаменелости. Вот. И для этого как раз вот палеоэкологические методы и нужны. А социальный анализ это один из континентальных методов палеогеографии. А палеогеография это важнейшая из дисциплин, входящая в историческую идеологию. Вот. Ну, давайте с вами на такой вот этой условной схеме. Посмотрим, что представляет фация в пределах одного слоя. Я здесь нарисовал довольно коряво слой целиком, что он представляет по определению. У него есть нижняя часть, это подошвы, верхняя часть это кровли, и две боковые части, которые называются усами. эпплсы так или иначе поглиниваются рано или поздно, слой имеет свои боковые границы, он не может продолжаться бесконечно, он рано или поздно где-нибудь заканчивается. Об этом еще писал Николай Стенсон или Николай Стенон в своем знаменитом трактате по стратеграфии. Значит, это один из первых законов Стенона. закон о граничности слоев. Слои имеют свои горизонтальные границы. Значит, но Стенон о фациях и вообще о различиях участков слоя внутри слоя вообще ничего ничего не говорил. Поэтому вот эта вот новая мысль Гресли из себя представляет довольно большой вклад. Значит, внутри слоя ну, кто занимался геологией, литологией, палеонтологией, он постоянно сталкивался с тем, что наблюдал довольно заметную изменчивость самых разных признаков слоя по простиранию, по горизонтали. вот, слой меняет цвет, меняет состав горной породы, и меняет окаменелость, в особенности, если прослеживать слой на большое расстояние. Ну, бывает так, что и слой меняется довольно быстро, ну, скажем, в пределах десятков метров. вот, вот, вот такие вот отдельные участки с различными характеристиками Гресли предложила называть факциями. То есть, мы можем выделить факции, ну, я обозначил под руковкой f, f1, f2, f3, f4. Вот, эти факции очень часто, ну, в идеальном случае располагаются симметрично друг друг от друга. вот, то есть, в центральной части слоя вот расположена факция, которая, ну, в общем смысле вот, ну, является осенью симметрии, относительно которой расположены факции повторяющиеся справа и слева. вот, ну, значит, это условно. Вот говоря, значит, я показал на этом примере, что вот в центре расположены глинистые слои, значит, тонко-горизонтально слоистые глины, вот, это чаще всего, значит, это положение, ну, это условно считается глубоковыми, ну, по крайней мере, накапливается при спокойной динамике в стоящих водах. дальше, фация 2, это, это тоже глины, но уже не горизонтально слоистые, не слоистые, фация 3, это уже такой песочек идет, вот, мелкозернистые, и фация 4, это крупнозернистые пески. явно наблюдается такая закономерная определенная смена участков слоя, то есть, фация. А что же они такое означают? ну, я уже, как бы, договорился, что, опять, что одни фарции могут быть более глубоководные, другие менее глубоководные, но достоверно об этом сказать бывает это сложно. Тут очень много нюансов. Вот. Ну, значит, каждый слой, он не находится изолированно в одиночестве, он обязательно снизу подтягивается и сверху там перекрыт, другие слойны, которые тоже состоят из факций. И это, и самоотношение этих факций, вот, может быть, очень причудливым, подковарным, вот они описываются различными законами палеогеографии, ну, в частности, закон, там, Галаттыльского, он здесь как раз виден, миграция факций по горизонтали и по вертикали. Вот, это, в частности, мы видим, что в каждом крое могут повторяться эти факции одинаковые, одинаковые факции, но они только меняют свое положение. Вот, как раз, вот, такая вот повторяемость факций в слоях разного возраста, вернее, не факций, можно это говорить, вот, если использовать первичное понимание, если, а генетического типа, типа породы. вот, это и побудило очень многих исследователей называть факциями в широком смысле породы вот различного происхождения, которые могут употреблять разные образы. На мой взгляд, лучше все-таки использовать это исходное определение Гресли, вот, чтобы нам не запутаться. Вот, ну, значит, как нам эти факции назвать? F1, F2, F3, нам ничего не говорит, это кроме, ну, того, что мы каким-то образом их маркируем. Вот, значит, чтобы факцию обозначить, и это более качественно, и нужно определить ее происхождение, ну, хоть какие-то условия, то есть название факции обязательно нужно дать на какой-то писательной прилагательной, указывающей на происхождение. Ну, в частности, вот, я могу здесь это употребить понятие глубоководная факция, умеренно глубоководная, мелководная, умеренно-мелководная, почему я использую именно вот такую последовательность названий для факций 1, 2, 3, 4, ну, исходя из положения этих факций внутри слоя, от соотношения различных пород, то есть, ну, хорошо известно, что что обломочные породы более грубо зернистые образуются при более активной гидродинамике, вот, поэтому они чаще всего являются глубоководными, а глинистые породы, тоннодезернистые, вот, они, как правило, накапливаются в спокойных водах, являются условно глубоководными, условно, почему условно, ну, потому что необязательно, вот, глины образуются на большой глубине, и то же самое, пески не обязательно могут образовываться исключительно на мелкологии, ну, скажем, например, на литарале, или на супролитарале, в зоне всплеска, часто бывают такие ситуации, что тонкозернистые, тонкослоистые, мучнистые глины образуются на самом обычном мелководии, какие-нибудь морские лагуны, например, знаменитые золенгофинские исландцы, это, по всей видимости, мелководные отложения, вот, просто они накапливались в спокойной обстановке, вот, тут можно очень сильно ошибиться, если использовать только породы для описания факций, вот, именно поэтому, для того, чтобы определить более точно тип факций, вот, используются окаменелости, вот, и именно информация об их образе жизни, вот, собственно говоря, в этом и заключается вот основная роль палеоэкологии в связке с социальным анализом, то есть, палеоэкология является, дает рабочие методы для более качественного социального анализа, вот, то есть, в идеале, в идеале, с помощью окаменелости или каких-то, любых других признаков, палеонтологу или любому специалисту, вот, геологу в широком смысле, хорошо было бы определить точную глубину бассейна, вот, а если вот не точно, то, ну, по крайней мере, биономическую зону моря, вот, на этой картинке из, из обычного учебника, по экологии, значит, показаны не полностью, но, по крайней мере, большинство динамических зон моря или ботиметрических зон моря, значит, литераль, сублитераль, псевдобесаль, ботиаль, абесаль, хадаль, вот, это, и примерно, примерно, деление пелагиали на различные составляющие, на различные слои. Это очень простая картинка, но, вот, если можно было бы, идеально, точно, вот, определить, вот, зону моря по оконилостям или каким-то иным признакам, это было бы замечательно, но, тут есть очень много сложностей, поскольку, понятное дело, мы имеем дело с ископаемыми организмами, поэтому, как нам определить, вот, различные условия обитания организма, и, соответственно, какие-либо обстановки осадка накопления, условия их образования, да, ну, кроме их глубины, естественно, вот, перед палеоходом стоит задача реконструкции и других параметров погружающей среды, вот, каких именно, а именно таких, которые контролируют численность и желание организмов, вот, эта вот тема хорошо рассматривается, очень детально рассматривается в экологии, в разделе экология особей или аутоэкология, вот, но мы этого скоснемся чуть, чуть подальше, вот, но при успешном решении вот этих вот проблем, проблем реконструкции, значит, мы можем с помощью различных комплексных методов, вот, вот, все эти динамические зоны моря выделить, а, кстати, почему именно море, значит, это для для геолога, это, вот, изучение полигеографии морских отложений, это, морских обстановок, наиболее важно, поскольку морские отложения, вообще, занимает более 70% всей геологической летописи, ну, по крайней мере, осадочного чехла, вот, поэтому, в общем-то, это, можно сказать, что, по крайней мере, фанерозойская история Земли, это, это история Марии, вот, поэтому, в первую очередь, вернее, чаще всего, полигеографы и полиэкологи имеют дело с морскими отложениями и с морскими сообществами, значит, если, вот, использовать весь, весь арсенал палеоэкологии, вот, использовать комплексные методы реконструкции, то мы можем получить довольно точную картину. В качестве примера я покажу, вот, иллюстрации из работ наших сибирских коллег, Захаров, Шурыгин, Девятов, Никитенко, которые, вот, неоднократно публикуют, вот, эту вот картину, значит, начиная с 85-го года, это чередование, различных ассоциаций домных организмов, в северосибирских морских бассейнах, Юры, вот, ну, в частности, это картина для позднего Линсбаха, вот, и, соответственно, палеогидрографической реконструкции, значит, здесь, пока, вот, в этой картинке не показаны, ну, хотя, нет, вообще-то, тут показаны, значит, показаны биономические зоны моря, значит, это вот, в самом верху, справа, верхняя сублетораль, средняя сублетораль, нижняя сублетораль, вот, с внутренней частью, внешней частью, то есть, то есть, некий интервал глубин, здесь уже, ну, считается определенным, это делается с помощью выделения комплексов или ассоциаций различных домных это это животных, то есть, это в основном гентос, это короблиферы, астроподы, створчатые моллюски, а также еще дыханоги, вот, мы видим здесь вот таких вот комплексов довольно много, они не совпадают в пространстве, то есть, это, в основном перекрываются, но границы не полностью совпадают, и мы здесь видим вот, ту самую картину с симметричным расположением фаций, вот, относительно наиболее глубокой части бассейна, вот, как я показывал наградующие иллюстрации, вот, и тоже вот, вот эту вот иллюстрацию очень часто повторяется работа сибирских авторов, которые показывают принципы, в общем, основной метод реконструкции различных обстановок и динамических зон поле бассейнов в Северной Северии, вот, по различным ассоциациям, и реконструкция событий, событий, ботиметрические события, изменения, вот, глубину бассейна, вот, ход трансгрессии и регрессии в этих бассейнах по смене фаций и генетических типов порог, вот, значит, вот, вот такие последовательности, последовательности ассоциаций донных животных были названы полегологические катены, вот, Захаровым, и вот, в частности, вот таким катеном, можно довольно детально реконструировать структуру палилбассейнах, то есть, это работы на задаче полигеографии, вот, ну, в частности, с помощью вот таких, вот такого катенного метода, была построена полигеографическая схема это Сибири, для позднего пленцбаха, где мы видим довольно детальная разбивка, полигеографическая конструкция в пространстве различных участков бассейна, ну, каких участков, ну, да, это, значит, поздний пленцбах, и вот мы видим другую картину для того же самого, для той же самой территории, уже для конца юрского периода, и для начала мела. Баженовское время, как раз время, когда формировались нефтематеринские породы, знаменитая, знаменитая Баженовская свита или горизонт, где как раз вот и произошла западно-сибирская нефть. Мы видим, что, ну, при сравнении этих двух картин, вот я еще раз подлистаю назад, мы видим, что полеобассейн западный и северной Сибири, он изменялся, это непровержимо доказывается вот ассоциациями домных животных, вот, значит, а что это вот это за участки полеобассейна, показанные разными цветами? ну, вот, на легенде это видно, различные участки суши, вот, и, в частности, вот, довольно детально производится разбитка ботиметрической и динамической разбитки моря, то есть, здесь выделяется верхняя сублитараль, от 0 до 20 метров, то есть, даже палеоглубины указаны, это, это довольно точно, средняя сублитараль, от 20 до 80 метров, это более, это, это синий цвет, более темный, и, наконец, самый темный, синий, это море, относительно глубокое, больше 80 метров. насколько это точно, ну, можно считать, что данные интервалы выделяются довольно точно, хотя, конечно, с помощью, даже с помощью окаменелости мы не сможем, вот, прямо, вот, идеально, вот, точно показать, вот, там, глубину интервала, а вот, конкретную, там, глубину с точностью до метра. это, к сожалению, невозможно сделать никаким методом палеогеографии и любой отрасли геологии или палеокологии, но, вот, такие диапазоны, это уже очень хорошо. И вот, справа указаны, как раз, вот остатки, политологические остатки, с помощью, с помощью которых такая реконструкция производится. Как вы видите, большая часть, большая часть этих таксонов это бентос, значит, филоподы, астроподы, фораминиферы, или фораминиферы, как говорят, брахиоподы, густворчатые моллюски, вот, самых разных типов, вот, иглокожие тут есть, вот, и только в самом верху, амоноидея, это нектон и планктон, вот, значит, это, но с помощью них тоже можно добиться кое-каких результатов, об этом мы позднее поговорим. Вот, ну, вот эта вот схема, вот эта схема, она уже позднее, 2011 года, значит, предыдущий вариант выглядит вот так, здесь еще показана и Европейская Россия, и часть Восточной Сибири, в общем-то, она, вот эта вот карта 66-го года менее детальна, хотя, довольно точно показаны границы с суши и моря, вот, то есть, по отложениям и ассоциациям это милости довольно точно определён режим особенного морской или континентальной, а вот внутренняя внутренняя палеогеографическая разбивка бассейнов, она уже более условная, все-таки это дело очень сложное, суши еще сложнее, вот, но поскольку, да, вот, я говорил, что геологи любят больше изучать маски отложения, потому что их больше, и потому что там больше информации, вот, это, это природа морского осадка накопления такова, что в морском осадке сохраняется больше информации от первичных биоценозов, то есть, там орехтоценозы более богатые, это связано с более благоприятными условиями сохранения. На суше, к сожалению, большая часть слоев, которые, может быть, и существовали, рано или поздно исчезают за счет денудации, вот, за счет эрозии, вот, поэтому это от сухопутных экосистем палеобиоценозов мы почти, почти ничего не получаем, вот, поэтому вот основное внимание палеоэкологии направлено на изучение морских сообществ.